Блокантное место наконец-то занято. 36-е заседание законодательного собрания депутаты провели в полном составе. Перед началом Андрею Хавилову, депутату, избранному накануне по 13 округу, вручили удостоверение и значок областного парламентария, после чего он официально занял место в зале заседаний. Обсуждение повестки началось с рассмотрения главного закона региона – устава. За необходимость его принятия высказались как единороссы, так и фракции ЛДПР в областном парламенте. После эмоционального диалога устав области привели в соответствии с главным законом страны. Коллеги, вы как законодатель прекрасно понимаете, что обновленная Конституция России безусловно требует изменения основного закона региона. Вообще-то, по существу, мы должны законодательно закрепить на региональном уровне более 70% оренбуржцев, которые пришли на избирательные участки и проголосовали за поправки, одобрили поправки в Конституцию. Это наш долг, это наша обязанность и это наш уровень ответственности. Далее депутаты приняли решение компенсировать расходы на оплату жилья и услуг ЖКХ руководителям образовательных организаций. Ранее эти льготы предусматривались только для педагогов. Депутаты встали и на сторону малого и среднего бизнеса, продлив им ряд льгот, а также расширив перечень сфер деятельности, по которым организации смогут получить налоговый вычет. Мы активно работаем на увеличение количества отраслей, которым предоставлены льготы по налоговому вычету. Сегодня таких отраслей у нас стало 39 вместо 27. Я считаю, это тоже значительный шаг вперед. И самое главное, что в этих отраслях стали и могут получить льготы предприятия, которые инвестируют и в культуру, и в спорт, и в другие социально значимые отрасли нашей жизни. Отдельный блок законов был посвящен избирательному законодательству. Уже следующие выборы будут проходить по новым правилам. Избиратели смогут проголосовать по почте, а кандидат в депутаты регионального парламента собирать подписи избирателей с использованием единого портала государственных муниципальных услуг. Также определен оптимальный срок для проведения выборов. У нас же сегодня единый день голосования это сентябрь. Мы прекрасно все знаем, что сентябрь это дачный период. И определенная, значительная часть неявки горожан, особенно горожан, на избирательном участке является их присутствием на даче. Поэтому три дня уже оптимизируют. Не можешь ты в воскресенье, в начале дня субботы или в конце дня пятницы. В целом повестка заседания была насыщенной. За 4,5 часа депутаты обсудили 49 региональных законов. В том числе установили ответственность чиновников за срыв программы капремонта многоквартирных домов. Разрешили проводить митинги на территории школ и больниц. И определили величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год. Светлана Семенида, Владимир Жидов.